Ну вот, например, могу сейчас вам рассказать историю про Сашуни, да, ну, именно про меня. У меня совсем была молодая девчонка, я рано родила, в 19 лет, и я такая была максимально терпеливая, долго же ждала, и уже приехала, у меня там раскрытие было большое, уже ребеночек почти вылезал, вот она вылезала очень тяжело и трудно, еще была зима, было открыто окно, было максимально холодно, там рядом со мной рожала девочка, там просто я все это видела, какие-то щипецы, когда ее вынимали, там малышами потом со мной вместе в палате лежали с мальчиком, папа там просто, просто в оба рука упал, когда эта женщина начала кричать, Костя вообще убежал из палаты, ему стало страшно, ну, не из палаты, из-за палаты они стояли с мамой, мама мне потом рассказывала, ну, тоже, конечно, это мы девчонки очень сильные, я к чему, вы знаете, все хочу рассказать, потому что, когда тебя кто-то понимает и знает, какую-то боль переживаешь или пережил, вот это вместе тебе, конечно, гораздо становится легче, поэтому, девочки, я с вами вот сейчас могу рассказать эту историю, я думаю, она многим интересна, я никогда никому не рассказывал, но их точно не буду рассказывать на программах, лучше у себя сейчас расскажу, здесь продолжу. Так, ну что, продолжим, вспомнила свою волейбольную жизнь, я в Тошке в комнате нашла мячик, сейчас уборку везде производила, боже, бабуля, все, никак не могу. Ну вот, и, короче, когда уже настало мое время рожать, у меня очень болела поясница, и мне же сказали, что тогда, какой год вообще был, нельзя было делать, ну, укол в спину, забыла, как он называется, вот, я просила нянечку, ну, то, что такая женщина, спасибо вам огромное, приходила и стучала мне по спине кулаками, потому что мне было настолько больно, я говорю, пожалуйста, стучите мне кулаками, и когда уже настал мой срок, ну, уже пришло время рожать, вы же знаете, сначала идут схватки, а потом идут потуги, вот, когда начались потуги, я уже начала все, я начала терять сознание, я начала просто реально терять сознание. Когда Сашка, они говорят, уже нельзя, нельзя, не тушься, ничего, я уже ничего не соображала, и она улетела где-то на пол, на метр, на полметра, чтобы понимать, что произошло. Конечно, у меня порвалось все вот отсюда досюда, вылетела на 20 сантиметров прямая кишка, ну, это был пи***ц. Ну, и далее, что было? Далее, далее, я ее поймал, кто-то там, не помню. Поймали ее, мне дали на грудь, она была очень красивая, это был самый красивый ребенок, на свете у него были такие нарисованные бровки, она была совершенно чистая. Ну, господи, неужели дети бывают такие, обычно какие-то скукожные, потому что я видела этого мальчика, который вынул, у него такой был, такой сухофруктик такой, какой-то весь такой бордовый, фиолетовый, вот, такой волосатый. Она была такая красивая, господи, это был самый красивый ребенок на свете. Вот Тошенька тоже красиво родилась, но Сашка была просто самая красивая в мире. Я помню, мне приложили груди, и сразу я вдруг слышал, вот, все, сознание теряется, все кричат, быстро, быстро, реанимация, реанимация, вот, ну, я пережила реанимацию, я ушла, мне закололи всякими уколами, я помню, в ноги, в руки, вот, что, мне как будто бьют кулаками, а это меня здесь кололи уколы, то есть я, ну, ушла на какое-то время, ну, там никакого света, ничего я там не видела. Ну, видимо, быстро реанимировали, пиздец. Ну, а дальше, честно, надо рассказывать долго и много, я попытаюсь как-то сократить, потому что мне кажется, я вам уже надоело. Дальше начался, конечно, полный ад. Ну, все, мне принесли ребеночка, потом все, меня реанимировали, потом мне принесли вот эту девочку в двоем палате, потом, конечно, вот эти няни, еще тогда шла какой-то сериал бразильский, там, какая дикая роза или что-то еще. Я помню, Сашка так начала кричать, потому что она же вылетела, у нее потом начались проблемы большие с головой, у нее были головные боли. Ну, то есть после этого, вот, последствия этих родов, ну, понятно, что с моим здоровьем было уже полный, там, ну, несколько лет. Ну, до сих пор есть отклики всего, вот, всех этих родов. И, конечно, и Сашуни, потому что голова, вот, она же, ну, получается, взяла на себя вот это все, это раскрытие, ну, не знаю, не знаю, как правильно слова подбрать. И, конечно, у нее болела голова, вот она, ну, много лечились, там, четырех лет мы там прошли огромное количество врачей и всего. Вот возвращаясь к гниению, к девчонке, к нашей теме сейчас. Ну, а дальше, дальше, когда нас выписали, мы приехали домой, у меня началось сводить зубы очень сильно, начались вены вот так вот вылезать. Я не могла есть, я ничего не могла. Сашка постоянно кричала, постоянно кричала, она вообще не спала. То есть вот я помню, что у меня потом рука одна была, вот такая вот бицуха, потому что я могла спать стоя, как солдат с ней, но это было позже уже, после больницы. И вот два, две недели, мне сказали, у тебя после родовой депрессии, у тебя после родовой депрессии все пройдет. И потом, когда я поехала на проверку очередную, да, медицинскую, мне сказали, что во мне гниет кусок плаценты. Ну, просто гниет кусок плаценты. То есть как я там вообще выжила в этой ситуации, все очень, ну, это было суперудивительно, потому что я должна была уже давно сдохнуть, как мне сказали. Потому что кусочек был не кусочек, а где-то вот такая вот хрень огромная. Надо рассказать эту историю. Вот, ну, просто, девочки, вот, как я вас понимаю, я просто гнила две недели. Просто гнила, вот. И когда мне вынули этот кусок плаценты, меня, конечно же, положили под страшнейшие капельницы. Вот. Чтобы вы понимали, когда я родила, там, я весила, там, сколько там, 60, там, 8 килограмм. Когда прошло две недели, я весила 50 килограмм. Когда прошло две недели после вот этого с этим эндометритом, я весила уже 48. Когда ко мне приехал отец в больницу, я весила 35 килограмм. 35. Когда ко мне потом приехала сестра, мои ноги, это были кости. Вы знаете, такой просто бухенвальд, простите, господи. Это просто был человек кости, потому что я, у меня вообще не осталось просто ни жира, ни мяса. Просто какие-то вот эти обрюзшие мышцы. Я вот просто была вот такой, как, ну, просто скелет. Я, ну, это было страшно. Мой отец, я первый раз видела слезы своего отца. Первый раз в жизни. Потому что мама сидела с Сашуней, ко мне приехал папа. Сейчас. Ну, вот вам тоже платная клиника хорошего врача. Ладно. И потом, знаете, самое страшное было, которое я вот этот момент не забуду никогда в своей жизни. У меня лежали еще 4 девочки в палате. 3 девочки в палате. Там взрослая женщина лежала, какой-то профессор. Я всегда их подбадривала, несмотря на то, что мне было очень максимально плохо там. Мне же делали очень большие капельницы, а уже прошло 2 недели, и ко мне очень сильно начало прибывать молоко. Вот это был ад. Вот это был ужас. Был общий туалет с обшарпанной плиткой, хотя это платная клиника, там, я не знаю, блин, что это такое. Вот. И я видел этих девчонок плачешь в душе, там, кому-то там спираль вставились, на мочевой пузырь. Ну, короче, какой-то пиздец. Вот. Причем эта девочка вот из Казахстана лежала в нашей палате. Я просто очень все это хорошо запомнил, потому что такой ужас невозможно не запомнить. И я не могла дотронуться до своей груди. Я была вот такая палка, вот с такими огромными сиськами. И я вот так, у меня была жесткая температура, здесь капельницы. Я вот так вот плакала. Зачем мне все это надо, Господи, спаси меня и сохрани, Господи, за что мне все это? Девятнадцать. Ну, такая история. Конечно, Костя разобрался с этой клиникой, тоже по закону. Спасибо тебе, Костечка. Это мой первый муж, Сашкин папа, Костя Морозов. Скажите, а как вы предпочитаете, что к вам обращались? Слава или Анастасия? Ну, как вам удобно, мне все равно. Давайте слава. Слава, да? Давайте слава, да, чтобы вы понимали, да, с кем говорят. А так не пойму, да? Я себе такой себе причесон наделала, что вообще... Не узнает? Я думаю, все в шоке будут просто. А как вас, кстати, допустим, сестра называют? Сестра Лена, да? Настя. Старшая. Настю, да, называют? А родители как называли в детстве? Настусик. Настусик? Да. Ну, Настусик вам не вполне по формату поднимешь. Мама меня назвала Дынька-колхозница, у меня была очень большая голова. А незаметно, кстати, на детских фотографиях. Ну, это... Я порвала все эти детские фотографии, потому что... Да не все, не все. Да, потому что они издевались надо мной, вот две сестры моих, одна двоюродная, Екатерина. Как у вас родная одна, сестра. Одна, да, но мы... Потому что у нас была дружная семья, и мы жили вместе. А мы уже снимаем, что ли? Да, мы в эфире. Да? Да. Я так разговаривала. Да, потому что мы всегда жили одной семьей, и мама с сестрой, они близнецы. И как бы всегда там все праздники происходили у нас дома. А Катяка с Ленкой, у меня надо мной всегда издевались. Лена, это родная ваша сестра? Лена, да, это родная, старшая, а Катя еще старшая, вот, двоюродная. Сестра, мама уже дочка, тетя Наташа. Вот, и они мне все время показывали фотографии, а в детстве мы же все такие глупые, такие трогательные, переживаем за все подряд. Вот, и я их разорвала, выкинула, они были такие смешные, сейчас бы с удовольствием над собой посмеялась, но тогда для меня это было больно. Сначала их спрятала, они их нашли, потом я их, короче, опять нашла, порвала. Вот, но голова у меня действительно была как инопланетяне, потому что мама говорила, когда я родилась, я была фиолетового цвета, и у меня была гигантская голова и маленькое лицо, значит, такой гуманоид. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.